всем привет здравствуйте плюсики пожалуйста поставьте в чате если нас слышно о плюсики десяточки отлично друзья мы приветствуем вас из московского офиса где мы сегодня целый день снимали водный курс и пока мы не начали наш вебинар я сразу отвечу на вопрос сейчас я его прочитаю водный курс 4 по 2 часа начинаем или нет нет смотрите сегодня у нас идет открытый вебинар еженедельный единственное в связи с тем что сейчас находимся немножко в командировке плюс у виктора на следующей неделе начинается а конкурс и лчи видите немножко мы со временем не можем все устаканится а я думаю что концу сентября мы уже этот момент обсудим и у нас будут открыты еженедельные вебинары раз в неделю в стабильное время вот чтобы вам было проще и на всякий случай я еще дополнительно сейчас секундочку и но ссылку на группу до которая создала в контакте если вдруг будет какие-то срочные новости по вебинарам и так далее сейчас секундочку напишите я ссылку скидываю вот добавляйтесь туда я стараюсь основные по крайней мере по вебинару моменты там отписывать озвучивать ну и в принципе в ближайшее время я думаю мы это все сделаем красиво так пусть господь бог помогать виктору накануне итак друзья давайте начнем первый вопрос есть кто то сегодня кто ни разу не был на наших вебинарах и в принципе с нами не знаком поставьте единички пожалуйста в чате несколько секунд подождем и будем двигаться дальше ага есть такие люди и так давайте тогда мы даже даже много отлично друзья давайте тогда мы представимся меня зовут гузель а я являюсь партнером и инвестором нашего совместного проекта и по воскресеньям я совместно с виктором тарасова проводим вебинары о инвестиционной грамотности виктор является официальным человеком не перестану это повторять он трейдер с огромным стажем работы на фондовом рынке причем последние 14 или 15 лет торгуют без единого убыточного месяца в данный момент он в москве будет проводить обучение для московской биржи и непосредственно ближайшее время я думаю что в том числе мы будем уже совместно нами создавать команду про которую мы говорили вот и проводить обучение это в двух словах сейчас постепенно я все расскажу прошу прощения отключим ненадолго так все непривычно работать не со своего места виктор мы сегодня целый день снимали вводный курс расскажи пожалуйста в двух словах для кого он будет интересен ну я думаю для людей которые хотят действительно заняться трейдингом но пока как бы информации у них недостаточно почему получить как бы первые данные познакомиться с этим то есть освоиться для себя обдумать все эти моменты ну и морально быть готовым потому что стоит очень полезная но не совсем легкая работа так сейчас секундочку язык определим отлично хорошо благодарю но смотри основные моменты которые мы затронули на вводном курсе это в основном психологические моменты то есть каким образом человек а так или иначе реагирует на рынок вообще насколько на рынке важна психология получает то есть какой бы не был бы у вас хороший преподаватель да то есть насколько бы хорошо всем так не расположили звезды все равно 70 процентов успеха будет зависеть от вас то есть если бы там так от меня бы зависело бы 99 процента вашего успеха то соответственно считаете вы его уже получили правильно вот но я к сожалению больше чем на 30 процентов создать не могу что я могу сделать я могу создать самое главное в этом успехе но сама дисциплина то есть и реализация этого успеха по сути зависит только от вас а формально это не тяжело на то есть это нужно просто делать вот если вы это делать буду то я считаю что шанс получит очень хорошие на только хорошие что вы даже себе не представляете но это нужно делать благодаря тебе если честно мы сегодня целый день разговариваем у меня уже я прошу прощения уже тяжело говорить давайте мы сделаем сегодняшний вебинар в таком нетрадиционном может быть формате не мои ответы не мои вопросы да и ответы виктора а ваши вопросы и наши ответы я думаю таким образом вебинар будет более интересно и полезно и полезно поэтому друзья пишите то есть не будем оставлять вопросы на конец потому что сейчас у нас и по времени я думаю вебинар будет покороче пишите свои вопросы а для чего нужна команда команду нужно для того чтобы мы могли реализовать достаточно амбициозные проекты по управлению денежными средствами это может быть связано своими concordом это может быть соронние фоны это может быть какая-то синерге то есть совместные проекта наших фондах и не нашим фондов команда нужно для того чтобы создать хороших трейдеров чтобы можно было и каттестировать в бою и в крае столе часа себя как трейдер это самое мало что можно достичь ну а там дальше такие же новые планы и выступаете это панель CF сайтовой последний сильная, но будем ставить какие-то сверх сильные планы. Если команда будет попроще, — соответственно, и планы тоже будем ставить попроще. То есть, — по мере развития самой команды, самих командops. То есть, команда будет ни одна, естественно, создоваться, и дальше будем уже работать внутри команды. То есть, команды будут обмениться между собой участниками, то есть, команды будут проводить, скажем так, различные стажировки, то есть, возможно, даже не на территории России. — Следующий вопрос. Как оплачивать обучение начальные и основные? Смотрите, в кабинете появится 2 пакета дополнительных, да, инвестиционных, в котором будет прикреплено обучение. То есть именно технический момент оплаты, он ничем не отличается от обычной оплаты. Вот, единственное, вопрос следующий по поводу стоимости. Мы сейчас опять же, сегодня воскресенье, поэтому в основном у всех выходной в Москве, особенно после вчерашнего праздника. Если есть москвичи, я вас поздравляю уже с прошедшим праздником, кстати, города, Челябинцев тоже у нас. Да, у нас вчера тоже был салют, то есть, видите, как совпало Москва и Челябинск, по сути, отметили в один и тот же день. Да, поэтому в основном сегодня все отдыхают, и я думаю, этим вопросом мы будем заниматься завтра, и в ближайшее время у нас ответы, ну, то есть, уже более конкретные появятся. Так, следующее. Вы сказали, на обучение попадет только 30 человек. Если будет больше желающих, каким образом будет осуществляться отбор? Смотрите, на обучение вводного курса количество будет неограничено. На обучение авторского, да, максимально будет 30, ну, вот говорю, максимум, это где-то 35 человек. Соответственно, когда группа первая пройдет хотя бы теоретическую часть, мы сможем начать, ну, то есть, новую команду. То есть, смотрите, параллельно несколько вести мы не сможем, то есть, когда первая пройдет определенный такт, начнется вторая, ну, и, соответственно, и так далее. Так, не работал трейдером, что посмотреть, чтобы на курс прийти чуть подготовленный. Что можно посмотреть? В интернете посмотрите, пожалуйста, про нечестные курсы. То есть, почитайте, как обманывают, то есть, прочие моменты. То есть, ну, то есть, мне нужно, чтобы к моменту нашего занятия вы были максимально готовы и открыты. То есть, чтобы для вас это не было, как бы, знаете, такой, ну, скажем так, загадочной информацией. То есть, посмотрите, вот, максимально плохое все, что пишется про обучение в интернете. То есть, я хочу, чтобы вы это все узнали, чтобы я мог сделать именно правильный вариант обучения. Так, начальное обучение тоже платное. Смотрите, у нас еженедельные вебинары, на которых мы также будем рассматривать вопросы, они будут открыты абсолютно для всех партнеров, потому что так как мы работаем в том числе, да, с такой деятельностью, как, то есть, инвестиционная грамотность, она нужна всем вне зависимости, чем бы мы ни занимались. И тем более, так как мы с ней непосредственно сопротивляемся прикасаемся. Вот, и на этих открытых вебинарах мы просто дополнительно рассказываем о, скажем, раскрываем вопрос, как ее изучить. Вот, если говорить про вводный курс, вводный курс, он будет максимально доступным. То есть, было бы, конечно, то есть, огромное желание, чтобы он был максимально доступным. Он будет, как я уже говорила, в записи, да, в закрытой группе. Но дополнительно, раз в неделю мы будем проводить вебинары именно уже о более таких, не образных вопросах, а о конкретике. Вот, это по поводу… То есть, полномерная попытка пока начинается. Да, начальник, я так понимаю, вы спрашивали про вводный курс. Так. Если не зарегистрирован. Да, если не зарегистрирован в Кэпитале, а в Корневой или СВИГе нет возможности проплатить обучение. Вы знаете, вот в текущий момент лично я не готова ответить на этот вопрос, но я думаю, что к следующему вебинару у меня он уже появится. Так, какая ежедневная занятость каждого ожидается на курсах? Если говорить про вводный курс, то, в принципе, это довольно-таки свободная занятость, да. Вот сейчас мы записали видео, я думаю, что в общей сложности это будет порядка, ну, наверное, 8 часов. То есть, их вы можете посмотреть в удобное для вас время. И, соответственно, раз в неделю вебинары, то есть, где-то по часу, да, они будут. Если же говорить про авторский курс, хотелось бы, чтобы, если вы все-таки примете решение его пройти, то подойти к этому максимально ответственно. Так как, во-первых, вы все-таки будете тратить и с точки зрения финансов, и с точки зрения времени. То есть, лучше заниматься хорошо, чем, скажем так, или не заниматься этим вообще, или заниматься хорошо. В плане времени, ну, наверное, хотя бы час в день нужно этому будет максимально, ну, уделять. Теоретическую часть в идеале, конечно, ее выучить, чтобы на практике вам было проще. А практическая часть по времени не могу сказать, у кого как пойдет. Ну, вот где-то час в день, я думаю, что примерно такое время, да, согласен? Да. Вот еще дальше. На каких финансовых рынках будет проходить торговля? Торговля будет проходить, естественно, на фьючерсном рынке, торговля будет проходить на валютном рынке, то есть доллар-рубль и евро-рубль, ну, естественно, торговля будет проходить на самих актах. То есть, максимальная ликвидность на текущий день, соответственно, присущая валютному рынку, поэтому здесь уделим особое внимание. Так, в какие часы будет проходить обучение? Обучение у нас будет проходить в вечерние часы, но, как обычно, да, в практике будут записи, соответственно, если вы не сможете присутствовать, то сможете уже посмотреть непосредственно записи, задать вопросы и получить на них ответы. Так, сколько инвестировать в 45-летний возраст? Я так понимаю, здесь вот как раз тот вопрос в плане насколько... Пропорции, да? Да, пропорции, чем старше. Ну, я думаю, в этом возрасте вполне логично, чтобы уже инвестировать половину средств. То есть половину средств держать уже на какие-то надежные источники, то есть на бирже это облигает, а в жизни это банковский депозит, то есть где-то до половины средств еще можно, считаю, если вы вполне логично. Мне самому 37, да, то есть я считаю, что все только начинается, поэтому еще инвестировать в этом возрасте можно достаточно много. Так, торговля конфискатом, это тоже трейдер? Ну, это шутка, ну, гид. Так, сейчас, что даст нам это обучение реально? Так, что даст нам это обучение реально? Что даст в плане обучения авторский курс? Ну, еще раз говорю, авторский курс создан для того, чтобы вы могли торговать на бирже и зарабатывать денежные средства. Те, кто справится с этим хорошо, чтобы могли зарабатывать действительно хорошо, да? Ну, и самое главное, еще даже больше, чем сама торговля и зарабатывание, это, соответственно, работа в команде. Ну, в принципе, по сути, то же самое, то есть команда и частная цель. Так, следующий. Умение выбирать различные инструменты, то есть брокеры сейчас предлагают различные услуги, достаточно интересно, да, то есть, но разбираясь в них, то есть можно сделать хорошо и правильно, а не разбираясь, то просто зря потратить в это время. Так, для торговли на бирже какую сумму приготовить? Ну, знаете, начальная торговля для биржи, я думаю, в принципе, тысяч 30-50 будет сверхдостаточно, а дальше уже в зависимости от того, какие успехи вы будете показывать, там уже можно смотреть, как что. Может быть, вам и полмиллиона окажется мало, в принципе. А чего вообще займется сумма, в первую очередь? В начале, соответственно, должна быть такая сумма, на которой интересно торговать, то есть, а дальше по мере понимания ситуации, ну, чем больше суммы, тем больше, соответственно, сможете заработать. То есть тут уже сами, наверное, поделитесь, насколько вам это нужно. А вот, допустим, если брать вот первый год обучения и, например, да, человек проходит обучение, неважно где, и в первый год все-таки идет, какова цель первого года? Цель первого года после обучения – это освоить и применить полученные знания на практике на небольших суммах. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что это хорошо работает и что вы можете это делать. То есть, если вы убедите, что это хорошо работает, а я в этом полностью уверен, да, это даст вам возможность, ну, скажем так, от всей души этим заняться. Справитесь с этим, ну, значит, все получится очень хорошо. Не справитесь, но тогда поймете, что это не ваше, просто не станете этим заниматься. Никакой проблемы нет. Сейчас, иконечку я отключу. В прошлый раз говорили, что можно будет начать с 10 тысяч рублей. Это имеется в виду во время практики. То есть, когда будет авторский курс, большую часть мы будем, то есть, участники будут именно практиковать. То есть, чтобы это не в виде каких-то знаний, да, имеется в виду, которые вы не сможете применить в реальной жизни были, а именно на практике. И вот для практики вот эта сумма и была озвучена. То есть, такая, скажем, оптимальная сумма, чтобы вы могли уже непосредственно те… Сумму в любом случае придется выбирать вам. То есть, ориентирами как считать нужно? Если посчитаете более скромный вариант, я думаю, 10 тысяч вполне достаточно. Хотите посерьезнее 30-50. Ну, более серьезно пока не надо. Так, обучение онлайн или будем встречаться? Обучение будет онлайн, да. Обучение будет онлайн, единственное… А вдруг и трендеров потом уже будем встречаться. Да, да. Так. Перспектива. Вот, Виктор, твое видение, вот мы говорим много про команду, да, твое видение, перспектива вот на ближайшие два года вот создания данного, можно сказать, фонда, команды. Какое твое видение, перспектива вот этой, то есть, я так понимаю, что может, чего может добиться данная команда? Ну, сначала нужно создать эту команду, да, то есть создать команду, тестировать и быть уверенным, что она будет работать, да, что мы уже, ну, применение-то однозначно найдем. То есть, это, знаете, то же самое, что, а что мы будем делать с помощью волшебной палочки? То есть, давайте сначала волшебную палочку создадим, да, то есть, а потом, я вас уверяю, применение точно найдем. Даже быстрее, чем вы думаете. По поводу стоимости обучения, я еще раз, ну, повторю ответ, да, я смогу более-менее ответить на этот вопрос на следующем вебинаре, потому что в ближайшие дни мы как раз будем заниматься этим вопросом. Так, автор спрос будет ли через оформление пакета с рассрочкой? Ну, в текущий момент ситуация выглядит так. Я думаю, смотрите, вообще, я планирую, что к концу сентября, как раз сейчас в основном, видите, в преддверии выставки, да, основная энергия внимания направлена туда, разумеется. А сейчас это все после выставки непосредственно. Я думаю, что к концу сентября, к началу октября мы уже все это запустим. Людмила, на конкурсе обычно участвует около 8 тысяч человек. В номинации именно фондового рынка будет участвовать, я думаю, чуть более полутора тысяч человек. Так, можно ли эту сумму, которая во время обучения, которая занимается во время обучения, потерять? Да, конечно, эту сумму потерять можно, просто достаточно ничего не слушать, ничего не делать и делать все наугад. В принципе, этот процесс будет достаточно легче. Так, сколько времени требуется в день, чтобы всегда быть выигрыши? А сколько времени в чем? В учебе, во время обучения, во время торгов? То есть немножко, если поточнее сформулируете, будет очень хорошо. Во время торгов. Сколько времени? Всегда в выигрыше быть невозможно, то есть наша задача будет примерно в 75% случаев быть правыми. То есть, грубо говоря, в четверти случаев мы не правы, в трех четвертях мы правы, то есть получается, сколько времени требуется в день, чтобы всегда быть в выигрыше. Ну, я так понимаю, это от качества, от идей зависит на рынок. Да, конечно. Немножко раскрыто. Смотрите, выигрыш зависит не от того, сколько времени вы находитесь у рынка, то есть, а как вы видите идеи. Если вы видите идеи хорошо, вы можете в день быть 5 минут, когда эта идея как раз заформирована. То есть, если вы идеи не видите, то можете быть в 7 часов 55 минут и толку от этого никакого не будет. То есть, на бирже оплачивается не время присутствия, а умение вовремя видеть идеи, ну и, соответственно, дальше их реализовывать. То есть, время присутствия абсолютно безразлично. И еще, подчеркиваю, всегда в выигрыше быть невозможно, это не задача. Задача стоит в большинстве случаев, то есть в 75% быть в выигрыше. Опять же, большой выигрыш меньше, это уже, соответственно, опять индивидуально будет. Да, чтобы было понимание, что такое идея, да, то есть, это некая вероятность, куда пойдет рынок. Мы не золотую палочку создаем, да, то есть, мы создаем рабочую команду, в ней нужно будет работать, то есть, и вопросы, вот, вроде такого, сколько нужно, чтобы всегда быть выигрыши, там, или сколько я смогу заработать, они имеют прямого ответа. То есть, тут, понимаете, зависит от того, как вы это воспринимаете. Может, вы воспринимаете так, что я скажу цифру, а вы можете заработать в 5 раз больше, а может, я скажу маленькую цифру, а вы ее, в принципе, не сможете сделать. То есть, очень субъективный фактор, но будет тут все очень жестко, сразу подчеркиваю. То есть, любая лень и прочие, как бы, нехорошие моменты будут просто просекаться на месте. Виктор, на какой бирже ты торгуешь? Мы торгуем на московской бирже, сайт moex.com. Так, обучение как будет проходить, индивидуально или группой? Авторский курс, смотрите, сами вебинары, разумеется, это групповые вебинары, да, но авторский курс, он как бы, он больше индивидуальный, то есть, там будет очень много домашних заданий, вот, и, соответственно, очень много обратной связи, потому что хотелось бы, чтобы вы не только прошли его и прослушали, но и что-то проделали, и чтобы мы понимали, что и вы поняли его. Поэтому и, как бы, будут ограничения, да, вот в те же самые 30-35 человек. Больше физически мы, ну, то есть, не сможем обработать. Я думаю, даже меньше надо спросить. Может быть, даже, ну, в районе 30, потому что хотелось бы, чтобы не увеличивать количество, да, за счет, там, то есть, не хотелось бы потерять качество работы. Да и не потеряем, не только, то есть, определимся нужным количеством. Да, я поэтому говорю, что по этой причине у нас будут вот ограничения в авторском курсе. А вводный курс, он немножко такой, скажем так, light-версия, да, и поэтому в любом случае на любой вопрос вы получите ответ, но немножко он уже более такой масштабный. Так, Виктор, вы рассматриваете возможность оплаты Аштанской за счет покупки пакета в рассрочках? Ну, смотрите, как я, по крайней мере, сейчас это вижу, да, я, что это будут отдельные пакеты, но также в рассрочку. Причем пакеты имеется в виду, вот сейчас у нас есть в кабинетах пакеты, будут такие же пакеты, но еще с дополнением в виде вот авторского и вводного курса. Так, сейчас, секундочку. После прохождения вводного курса мы уже станем трейдерами? Ну, давайте так, с точки зрения трейдерского, вы станете трейдерами, с точки зрения успешности нет. Это в целом именно знакомство с рынком. Чтобы, то есть, понимаете, самое главное, да, как бы цель вводного курса, во-первых, да, вы получите несколько так называемых идей, которые я озвучила, да, это именно как некая, именно как инструмент, практический инструмент. И очень много времени в вводном курсе мы посвятим психологии. То есть, каким образом формируется рынок, каким образом он двигается, чтобы было понимание, что это не хаотичное какое-то движение, да, а вполне управляемый процесс. И, соответственно, если этот процесс понимать, то можно в нем участвовать. Знаете, вот как, вот есть волна, океанская волна, да, если, есть вот серфер, если он умеет эту волну ловить и понимает, как эти процессы происходят, он будет кататься и, соответственно, у него будет это получаться. Вот. Но для начала нужно научиться понимать и видеть эти процессы. Так. Здесь надо иметь выдержку и умение остановиться. Вот самое главное качество игры на бирже. Не представляю, как вы будете контролировать 30 человек. На самом деле у нас уже есть опыт работы с группой, но это опыт работы не в онлайне, а в оффлайне, да. То есть я не вижу, в принципе, здесь никаких, скажем, моментов, которые может помешать этому. Но единственное, что вот количество, то есть больше 30, это будет нереально уже. Так. Есть ли какие-нибудь особые требования к компьютеру? В принципе, нет. Программа, которую будем устанавливать, квик, она не требует каких-то особых, скажем так, к себе предпочтений. То есть, в принципе, обычный компьютер, наличие нормального, хорошего интернета, чтобы во время сделки у вас случайно не вылетало и вам не приходилось нервничать и так далее. Обычно, стандартный. Ну да, и, кстати, если это будет компьютер, вот есть нетбуки маленькие, вам будет неудобно, потому что сидеть за графиком с маленького экрана не очень комфортно. То есть в этом только отношение. Так. Какой фильтр для отбора на авторский курс? Смотрите, какой-то конкретно фильтр мы на авторский курс, то есть фильтр будет ваш. Будет выставлено описание авторского курса, будут выставлены, какие вопросы мы будем на нем рассматривать, и, соответственно, вы для себя и выберете, будете вы его проходить или не будете проходить. Вот. Так, секундочку. Следующий вопрос читаю. Когда появится вводный курс в кабинете? Надеюсь, что к началу октября мы уже все запустим. То есть планы такие. Вот так, это я читала. Так, у меня в РСВ рассрочка и дисконт. Степит или нет? Оплата за обучение только в степит или в РСВ тоже? Вот смотрите, вот если я сейчас отвечу, это будет мое мнение, да? Но я думаю, что этот вопрос в любом случае решится так, чтобы вам было, скажем так, комфортно. Вот. Так, на авторский я ответила. И все-таки неясно, как вы собираетесь зарабатывать в команде? И смотрите, есть команда. Что подразумевается под командой? Это группа людей, профессионалов, которые умеют зарабатывать на фондовом рынке. Не важно, на каком вы думаете, на акциях, на облигациях, на валютах. На валютах, товарных рынках. Да, не важно. То есть, когда есть команда, которая умеет торговать, то есть, что значит умеет торговать, да? Она не проигрывает деньги и даже не в ноль, она не зарабатывает, причем зарабатывает явно больше банковского депозита. И показывает это на протяжении времени. То есть, не так, что сегодня месяц торговали хорошо, а завтра результаты не очень. У меня, кстати, есть своя команда уже действующая на текущий момент, да? То есть, команда состоит из шести человек, это все шесть молодые люди, то есть, возраст каждого чуть меньше 30 лет. Показывают уже стабильную работу на протяжении полтора года и имеют среднюю доходность, среднюю доходность порядка 5% в месяц, да? Если кто-то думает, что 5% в месяц это мало, это очень большие недвижные средства, учитывая, что капитал, который, соответственно, в работе, он не маленькая цифра. Ребята за полтора года себе заработали, ну, как минимум на средние кроссоверы, которые сейчас стоят больше миллиона. Это самое маленькое, что я могу сказать, да? А так, на самом деле, очень большие планы и, соответственно, каждый раз они продвигаются все дальше и дальше. Да, то есть, тут главное, чтобы был результат у этой команды, да? И, как бы, непосредственно с ней, то есть, уже создавать интересные продукты. Да, знаете, я честно скажу так, сейчас задача именно настроиться на обучение и на, соответственно, успешную торговлю, да? То есть, а думать по поводу того, как будет зарабатывать команда, будут только те, кто в эту команду попадет. То есть, понимаете, то есть, нет особого смысла думать о том, как будет работать команда, пока мы не знаем, кто будет в этой команде. Понимаете, то есть, по сути, этот разговор будет с пятью человеками в данной команде, ну, или, там, с другой пятеркой в другой команде. Вот, там это непосредственно их вопрос, это их тема, это их, по сути, заработок, это их, да, выгодная работа, выгодный трейдинг. Ну, то есть, смотрите, получается тут как несколько вариантов исхода, да? То есть, после прохождения, получается, авторского курса, первое, что может человек сказать, что я прошел, я все понял, но торговать я не хочу. То есть, в принципе, такое очень вероятно, я сама знаю лично человека, который проходил обучение, сказал, что да, я, ну, как бы, это все работает, я это вижу, но это не мое. Но в данный момент этот человек просто свои денежные средства дает тем людям, которые действительно, то есть, он может оценить эффективность их работы не по рекламе, а непосредственно по их действиям, допустим. Это первый момент. Второй момент, человек может непосредственно заниматься торговлей сам. Тоже, как бы, не исключено, что он скажет, ребята, все классно, но я хочу сам по себе. Вот, станет ли данный вид деятельности для него основным заработком или же дополнительным, это все зависит только от человека. Скажем, от его амбиции, от его самодисциплины, от умения, вот эту теорию, да, превращать в практику. Вот. И третий момент, это непосредственно вот создание той команды, которую бы, по крайней мере, нам очень бы хотелось сделать. Потому что действительно можно создать очень грандиозные проекты и невероятные вещи. Так, условия авторского курса также будут в начале октября. Так, условия авторского курса. Я думаю, что на следующем вебинаре я уже смогу, как бы, конкретно по делу их озвучить. Так, Марина, возрастной ценз для работы в команде есть. Ну, знаете, я скажу так, в чистом виде возрастного ценза нету, да. Мне больше волнует, как команда воспримет каждого из своих участников. То есть, если кто-то явно в команду не будет вписываться, там, не знаю, по каким-то моральным принципам, там, или по еще какой-то своей, не знаю, там, скандальности, в конце концов, да. То есть, мы для таких людей будем формировать отдельную команду или еще прочее. То есть, не возраст важен, да, а, скажем так, совозможность работать, ну, хорошо работать с другими в этой команде. Вот так, наверное, скажу. То есть, а возраст по сути нет, ну, не знаю, меньше, конечно, 15 тоже, как бы, вроде, нелогично было, ну, наверное, там, блин, я не знаю, старше 80 не надо. Ну, как-то, я не знаю, потому что это такие специфические, как бы. Интересно, у кого вы учились в трейдерство? Скажи, пожалуйста, свою, немножко свою историю или слова. Я трейдерство учился у рынка, то есть, меня непосредственно учил сам кукловод рынка. То есть, сначала он у меня забрал кучу денег, да, потом сказал, Вить, попробуй забери обратно, я забрал свои обратно и заработал еще денег. То есть, ну, если так вот можно объяснить, наверное, так. То есть, непосредственно… К сожалению, меня научила жизнь, к сожалению. Я, конечно, с удовольствием был, лучший повод обучения хорошего прошел, но на тот момент, когда я занимался трейдерингом, ну, не было просто людей, кого бы я мог заниматься. Либо они были настолько для меня неизвестны, что я их просто не смог найти. Так, сколько длится курс, извините, если вопрос был. Курс длится, смотрите, вводный курс, он будет длиться, смотрите, он есть записи, и потом каждую неделю мы будем проводить вебинары с ответами на вопрос. То есть, у него нету, там, сколько будет вот эта рассрочка, если это в форме рассрочек, столько он и будет. Либо же, допустим, мы сделаем полгода, год, да, то здесь нету какого-то срока. Если говорить про авторский курс, авторский курс, он рассчитан примерно на 2,5 месяца. Где-то месяц мы будем разбирать теоретическую часть, и где-то полтора месяца мы будем практиковать, то есть, заниматься практикой. Да, ну, так, с учетом погрешности, считайте квартал. Так, на каких таймфреймах планируете торговать, то есть, краткосрочно, среднесрочно или долгосрочно? Сразу хочу сказать, долгосрочного трейдинга не будет в принципе, да, то есть, будут, естественно, краткосрочные и среднесрочные операции. То есть, операции могут длиться, грубо говоря, от нескольких часов до, ну, не знаю, до недели, давайте так назовем, до 5 дней. Хотя, честно говоря, 5 дней тоже достаточно много, но до 5 дней. А, понимаете, здесь краткосрочный трейдинг не подразумевается, что мы будем безосновочно нажимать на кнопку. Нет, такого не будет, да, то есть, есть идея, что-то забираем с этой идеей и ищем следующее. Если идея следующая формируется через 1 час, мы торгуем через час. Если идея формируется через 10 дней, ну, значит, ждем 10 дней и дальше торгуем. То есть, будем привязываться не к нашему желанию торговать или прочим моменту, да, а к возможностям рынка. То есть, по сути, мы вышли на охоту, да, то есть, мы должны увидеть свою добычу, ну, и, соответственно, ее дождаться и забрать именно ее. А не так, что все патроны расстреляли, никуда не понятно, да, то есть, а когда добыча пришла, у нас в форме пустого ружья ничего не осталось. Так, ну, снова вопрос касательно ноутбука. Я, ну, повторюсь в двух словах, что каких-то специальных требований, это обычный ноутбук, но чтобы экран был побольше, это только для вашего комфорта. Так, что можете сказать о курсе Андрея Оливейра, да, давайте так скажем. Кто такой Андрея Оливейра, да, ну, поймите правильно, в кавычках, я не знаю. Не знаю не потому, что я не знаю, а потому, что если человека нету на ЛЧИ, да, если человек не выстрелил в рэнкинге, да, то для меня это просто пустой звук. Понимаете? То есть, у нас очень большое количество преподавателей, которые считают себя профессионалами, да, но пока я их не вижу от результатов на ЛЧИ или в рэнкинге, я считаю, что это просто пустой звук. А ни одного своего человека я никогда в жизни не пущу обучаться на курс человека, который не может в открытую бирже на ЛЧИ или рэнкинге показать свои успехи. Я этого пока не вижу, в открытую не вижу. То есть, все, что там написано, а у меня, не знаю, ребенок 8-летний может написать, даже еще красивее напишет, поэтому, что я могу сказать? Ничего интересного я не нашел. Если это не так, пусть покажет на ЛЧИ, я не против, я свои слова с удовольствием заберу обратно. Но пока вот у меня информация такая, что многие выставляют курсы, которые напоминают просто детский сад. А так как у меня ребенок уже в школе учится, то, соответственно, он уже лучше сделать. Так, предполагается работа команды в одном помещении. Ну, логично, конечно. В перспективе, конечно, да, в перспективе, да, то есть это будет… Мне команда нужна в одном помещении, конечно. Так, то есть мы начнем с онлайн, да, и постепенно будем переходить уже в реальность. То есть поймите, ну, это уже тот момент, когда будет действительно понимание, что это полностью функционирующая команда. Так, я правильно поняла, что впоследствии можно будет предоставить свои денежные средства команде для получения прибыли. Нет, Ирина, я, скорее всего, думаю, нет. Я думаю, желающих и без вас будет, кто сможет предоставить эти средства команде. То есть команда сама будет выбирать, с кем она хочет работать и на каких условиях. Понимаете, в данном случае, ну, во главе угла будет команда, а не инвесторы. То есть команда будет диковать условия, что она хочет и на каких условиях она готова работать. Так, если отдельный монитор подключить к маленькому ноутбуку, в принципе, да, такое возможно. Так, когда планируется начать авторский курс обучения? Нет, чуть повыше вопрос. Ориентир начала октября. Так, Елена, когда уже будет работать команда, я так понимаю, все деньги становятся общими, решения принимаются совместно? Нет, никакого совместного решения приниматься не будет, у каждого будет свой участок, тот участок, на котором человек разбирается лучше всего, да. Возможно, будет один-два человека, который будет отвечать за данный участок, да, естественно, будет риск-менеджер, ну, допустим, в моем лице, да, кто сможет эти моменты согласовать, уточнить там и помочь, да. То есть никаких коллегиальных решений мне такого дурдома не нужно. Так, по времени суток есть предпочтение для трейдеров? Ну, тут в зависимости от того, когда работает биржа, она же не круглосуточная тоже работает, то есть, если брать московскую, она получается с 10, 10 же она работает. Да, Москва с 10, соответственно, да, то есть в Челябинск, 12, там, не знаю, ну, тут, смотрите, уже надо территорию. Так, Виктор, так, команда будет работать в Москве. Нет, первую команду я в Челябинск себе заберу. Ну, на самом деле, почему нет? Первая хорошая команда, да ну, как, мне кажется, логично забрать в Челябинск, да, подготовить, а потом поехать уже торговать на Багамо. На Багамо? Может, или тебя, значит, нет. Ну, не знаю, я бы как бы... Да, давайте, смотрите, по поводу команды просто, ну, поймите, ее несложно где-то будет собрать, или же вопрос об инвестициях, да, какие проекты, все остальное. Самое сложное, то есть нелегкий процесс будет ее создать, а уже после этого, ну, решать... Давайте еще раз уточню, а, еще раз, сама команда, когда она будет создана, будет решать, где мы вместе будем работать, понимаете? То есть, еще раз говорю, это вопрос очень субъективный, он будет направлен только тем членам команды, которые в нее попадут, понимаете? То есть, я сейчас вам скажу, допустим, команда будет работать в Москве, да, а в команду попадут люди из Красноярска, Иркутска, там, не знаю, Новосибирска, да, как думаете, где они будут работать? Так, и логично в Беларуси вы много технопарков построить, да? Ну, мне, кстати, вариант в Беларуси, да, то есть, непосредственно команды, которые будут работать с фондом, да, это очень правильный, и, мне кажется, очень правильный, логичный вариант, да, но, скорее всего, я думаю, в Минске, то есть, около технопарка это немножко уже скромнее. Я думаю, команда захочет быть ближе к руководству, а не ближе к площадке. Так, Гузель, какая ваша роль? Вы тоже торгуете? Непосредственно, да, я в текущий момент тоже занимаюсь торговлей, да, но до Виктора мне еще очень сильно далеко, то есть, я проходила у него обучение, да, чтобы у меня было понимание вообще, что это такое, вот, и действительно, я увидела результаты в этой деятельности. Ну, и непосредственно по многим вопросам, потому что Виктор, скажем, помимо того, что вот с нами, да, он будет работать, у него еще много дополнительных проектов, а может, даже основных пока проектов. Мой пока основной проект на текущий момент это планы с московской биржи, это на текущий день является самым главным, да, то есть, а дальше уже надо смотреть по ситуации, то есть, если я увижу, что действительно все идет классно, естественно, ну, внимание этому проекту будет только увеличиваться, правильно? То есть, если я, ну, не дай бог, конечно, увижу, что идет либо апатия, либо глупость, ну, только расстройство будет. Ну, надеюсь, что Гузель очень сильно будет мне помогать во всех этих начинаниях, так как она, в принципе, понимает все, что мне нужно, и мы, в принципе, умудряемся понимать друг друга слово-клова. Надеюсь, этот момент продлится еще долгий-долгий счастливый год. Так, то есть, команда будет не одна? Да, абсолютно верно. В команде, то есть... Моя мечта, конечно, было 10 команд, но тут, говорится, дай бог, первую создать сначала. Да, там будет дальше видео. Так, и команда переедет с семьями. Друзья, мы... Необильно, это шутки или это серьезные? Нет, это серьезные, просто смотрите, не будем так далеко, правда, забегать, потому что давайте сделаем хотя бы одну. Очень бы хотелось просто начать с одной, да. То есть, понимаете, как говорится, да, путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Мы пока начали делать только первые шаги, поэтому сильно далеко не будем забегать, вот. И по мере продвижения этого путешествия уже будем корректировать наш вот этот путь. В идеале создать холостые команды, чтобы они не тратят на перевоз с ними, да? Шучу, конечно. Друзья, давайте еще вопросы. Пожалуйста, если можно, задавайте вопросы, на которые действительно можно... Ну, вот представьте, вы отвечаете на вопросы, которые задаете. То есть, вот я бы хотел отвечать на такие вопросы, вот, ну, не знаю, чтобы вот четко понятно всем было. То есть, иногда мне кажется, некоторые вопросы на уровне, вот, на грани шутки. Так, Андрей, не совсем поняла у вас вопрос, если можно раскроете его, я на него отвечу. Неуверенность, смотрите, я делаю команду, я уверен в том, что я дам полезную, правильную информацию и направлю в нужное русло. Как я могу быть уверенным в том, что человек справится с этой задачей? Как? Ну, если вопрос правильно понял... Ну, да, я думаю, правильно, в другом-то никак не понял. Да, Горинхалыч, абсолютно, абсолютно верно. То есть, за одну и ту же функцию будет отвечать максимум один-два человека, да, то есть, естественно, все будет напрямую причинено мне, с точки зрения контроля, риска и прочих моментов, да, то есть, а каждый человек будет принимать какое-то полезное решение в команде, за которое он отвечает и с которым он может справиться, понимаете? То есть, есть люди, которые отлично валюту будут действовать, да, есть люди, которые справятся, не знаю, там, с фьючерсами, есть люди, которые за отдельные акции будут отвечать. То есть, в команде каждый найдет свое место. Людмила, абсолютно с вами согласна. То есть, давайте начнем обучение уже, да, все правильно говорите, вот, непосредственно будем делать первые шаги, вот, и будем продолжать это движение. То есть, в принципе, здесь нет ничего, честно, вот, нет ничего какого-то экстра-неординарного или что-то мега-сложного на самом деле. Вот, просто нужно по мере возникновения вопросов каждый их решать и прийти туда, куда мы хотим прийти. Вообще, что не то же, кого-то. Так, еще месяц до старта, может, порекомендуете какую-то литературу или еще что-то для начала. Честно, я думаю, что не нужно, да, по поводу литературы. Знаете, я скажу так, вот этот вопрос я уже много раз слышу, да, то есть, очень хочу его озвучить. А, поймите правильно, у нас цель не самодеятельностью заниматься и самочтением, да, то есть, я дам ту информацию, которую нужно будет выучить. Выучить очень хорошо. Вот, читать что-то дополнительно, ну, не знаю, ну, прочитайте журнал «Мурзилка». Ну, я в шутку, конечно, говорю, ну, поймите правильно, то есть, зачем мне нужно, чтобы вы что-то читали, чтобы потом вас переучивать. Я буду давать абсолютно интересные, с моей точки зрения, знания. Мне не нужно, чтобы вы обладали информацией, которая никакого толка не имеет. Понимаете, вы не сможете найти ту информацию, которую я хотел, чтобы вы знали. Мне самому придется вам ее давать. Если вы что-то начитаете, мне потом это придется из вас, из вашей головы каким-то образом выколачивать. А зачем мне это нужно? Так, работе на бирже нужно обучаться абсолютно всем инвесторам. Смотрите, если у вас есть желание, в принципе, разобраться в таком понятии, как инвестирование, да, а в особенности в инвестирование в рынке ценных бумаг, то, наверное, есть смысл это проходить. Потому что, скажем, то, что вы поймете, то, что вы узнаете, оно пригодится не только в плане трейдерства, как заработка, а именно в умении управлять денежными... Вот как пример просто приведу, я сейчас вспомнила. Виктор, помнишь, ты рассказывал, когда сотрудничал с последней компанией, вы выбирали различные продукты. И вот сравнение вашего результата, вот даже просто так, и по сравнению с результатами других регионов, насколько они отвечали? У нас доходы в полтора раза отвечали с лучшей стороны. Полтора раза, как они снимали. А были, как бы, среди других участников, допустим, отрицательные результаты? Нет. Месяц много. То есть, всех положительных, но... Ну, да, вот кто-то маленький, кто-то больший, как бы, ну... Можно научить, слава богу, в инвестировании в инвестировании сработать. Хотя, очень маленькие результаты тоже, по сути, можно, ну, отрицательные. Формальный же круг. Ну, хотя бы, что инвестирование получается, они перекрывали. Ну, для начала даже, в принципе, либо плюс уже хорошо. Для начала. Виктор, вашему мнению, когда уже будет возможность у инвестирования в SkyWare, издавать свои пакеты. Это уже, друзья, это зависит от того, каким образом мы будем дальше развиваться. То есть, смотрите, на прошлом вебинаре мы подробно разбирали вопрос по поводу IPO, зачем он нужен и так далее. В принципе, понимание дали, зачем, в принципе, компания выходит на IPO. Но в большинстве случаев инвесторы, которые задают, в нашем случае, да, этот вопрос, то есть не IPO им как таковое нужно, а именно вот ваша формулировка, да. То есть тут, понимаете, прогнозы давать я, вот лично я как бы не вижу смысла, вот, но в любом случае я как бы вижу, что это произойдет наилучшим образом. Единственное, не нужно ждать этого завтра. Я вот как бы скажу вот свое мнение таким образом. И мне кажется, вопрос, когда инвесторы смогут реализовать свои пакеты, уже как бы много раз на многих, ну, не знаю, вебинарах, как бы, ну, спикерами Skyway были уже озвучены, да. То есть нужно совершить те-то-те-то шаги, соответственно, получить потом результат. То есть, ну, я другого добавить ничего не могу. То есть нужно сделать полезные действия, получить за это, соответственно, положительный результат. И дальше уже, пожалуйста, реализовывайте, там, прочие моменты. Так, когда будет уже команда готова к серьезной работе? Мы будем управлять чьими средствами? Ну, когда команда будет готова к серьезной работе, это, наверное, вопрос к вам уже, не ко мне, да. То есть, ну, не к вам, в смысле, а вот кто в этой команде будет. Хотя, может быть, и вы будете в этой команде, мастер, вам тогда вопрос. А чьими средствами управлять на тот момент, мы уже решим, когда будет команда еще раз. То есть, а не проблема найти средства для управления. Был бы смысл главный все в этом. Понимаете? То есть, я ни в коем случае не допущу к работе команду, которая по каким-то причинам не будет готова. У меня нету цели создать команду завтра. У меня есть цель создать команду. Так, друзья, давайте еще, я думаю, минут пять мы также ждем ваши вопросы. И сегодняшний вебинар в таком небольшом коротком формате будет. Так, благодарим, до встречи, до следующего вебинара. А, да, и, кстати, небольшая новость в связи с тем, что как раз на следующей неделе начинается ЛЧИ у Виктора и дополнительно в Московской бирже. Работа будет. На следующей неделе вебинара не будет. Информацию я в группе постепенно буду выкладывать. Я думаю, мы просто снимем небольшой ролик с ответами на ваши вопросы. Я создала тему в группе по вопросам, можете их туда писать. И самое интересное, мы такой небольшой ролик запишем и, скажем так, вместо вебинара выложим вот этот ролик. Да, Лариса, вы правильно понимаете. По вводному курсу большую часть информации вы будете проходить сами, а я буду, соответственно, уже разбирать непосредственно вопросы. То есть в форме вопроса-ответа будет проходить. Так, Юрий, что есть ЛЧИ? ЛЧИ – это чемпионат России по трейдингу. Лучший частный инвестор, который проходит каждый год три месяца с середины сентября до середины декабря. Так, я имел в виду, Виктор, мы будем привязаны официально к компании Skyway или нет? Ну, соответственно, если это будет проект с компанией Skyway, конечно, будете привязаны. Если нет, соответственно, нет. Ну, вроде тоже очевидно. А с точки зрения заработной платы, что ли, там, вы видите, нет с точки зрения заработной платы с трудоустройства? Я думаю, нет. Так, вводный авторский курс начнутся в начале октября. Планируем, что да. Так, я работаю, освобождаюсь с шести часов вечера, мне, возможно, будет учиться. Тут, как бы, абсолютно, то есть, если вы готовы будете уделять время для того, чтобы учиться после шести часов вечера, то да, ответ да. Так, условия. Да, в любом случае, условия выложим. Во-первых, не только условия, во-первых, это будет описание, да, чтобы вы понимали, что там будет. Вот, могли познакомиться и уже, как бы, принять осознанное решение. Потому что это решение должно быть предназначенно осознанно. Как бы, без эмоций. А осознанное решение, значит, потом вы будете его выполнять, понимаете, потому что я уже сколько раз такой ситуации видел. Да, я хочу работать, я хочу попасть в команду, я хочу делать, я хочу, я хочу, я хочу, а делать так и не начинают ничего. То есть, это очень, кстати, большая проблема. То есть, ни в коем случае никого не обвиняю, да, но пока у меня достаточно такое, умеренно скептичное отношение ко всему этому делу, да, то есть, буду стараться. Если меня спросили, с какой вероятностью команда получиться, я бы сказал 49 на 51. Попробуйте опровергнуть мое мнение, чтобы оно стало 75 на 25. Так, Виктор, какой процент вы ждете? Ну, в принципе, я думаю, вот, можно сказать, это ответ на вопрос. Так, с какой процент вы ждете от участников учебы составит команда? Я так понимаю, из числа обучившихся, какой процент... Не знаю, я тут не могу сказать. То есть, может быть, ни одного человека не наберу расстроить, да, то есть, и все, и не буду больше команду собирать, да? А может быть, 2, 3, 5 команд соберется. Мне тут невозможно сказать. Я просто не представляю ваши возможности, которые я буду видеть прямо по ходу самого обучения. Давать кому-то авансы, сказать, что все здорово, я тоже не собираюсь. Я лучше чаще закритикую какой-то момент, чем похвалю. То есть, меня, чтобы я похвалил, это нереально должно быть. Я сам себя, то я не хваю никогда. Чтобы попасть на авторский курс, надо предварительно пройти сначала вводные линии? Конечно, надо. Так, сколько ушло времени на запуск уже существующей команды? Ребята очень молодцы. То есть, мы справились с ними где-то примерно за 8-9 месяцев. То есть, через 8-9 месяцев, ну, я просто точно не могу так, уж точно сюда месяц. То есть, 8-9 месяцев мне понадобилось, чтобы команду запустить. Но там, знаете, какие были ребята? Это вот, знаете, из какой области? То есть, вот, я сказал, допустим, нужно сорвать, допустим, блин, я не знаю, травинку, да? Так вот, все поле сорвали. Еще на соседние заглянули. Вот это работоспособность, я понимаю, да? То есть, когда приезжаешь, у них просто глаза горят, и они сейчас на свою деятельность сделают. Я таких буду всегда поддерживать. Просто это выгодно. Выгодно всем и мне, и им. Так, Елена, скорее всего, два. То есть, это будут отдельные два пакета. Один к одному, приезжая на другой к другому. Ну, чтобы было возможность выбрать. Отсеял очень много. Это вопрос на много ли отсеялось. Ага. Так, сколько у нас времени? Без 10 уже. Хорошо. А, давайте вот еще вот этот вопрос, да, и будем закругляться. Дисциплина, в первую очередь дисциплина, а потом уже, соответственно, логика и понимание. То есть, математическое мышление, я всегда был за, как бы, да, то есть, ну, в этом проблем-то особо не было. То есть, проблемы обычно с логикой, с дисциплиной идут. Особенно дисциплинные. Очень хорошо. Хорошо, друзья, давайте мы сегодняшний вебинар постепенно будем завершать, потому что с 10 утра на ногах. Да, мы наконец-то подошли к тому моменту, когда на следующей неделе у нас мероприятия, получается, ну, с моим участием не будет, да, а следующее мероприятие уже будет конкретно по проекту. То есть, все новости, все данные вы уже будете к этому моменту знать, у вас будет время это все обдумать, я думаю, в течение недели, да, и все, и стартуем. Да, то есть уже... Больше легкого уже не будет ничего. То есть, все, общую бодру, часть легкую уже прошли, теперь нужно, соответственно, работать с теми, кто хочет это делать. Все, друзья, благодарим вас за внимание. Да, большое спасибо, кто сегодня присутствовал. Да. Ждем ваших вопросов в группе и постараемся, да, выложить, снять видео на ответ, то есть, если есть какие-то новые интересные вопросы, мы снимем видео. И вместо вебинара на следующей неделе, это получается, вместо 18-го числа будут в форме такого небольшого видео. А уже 25-го числа Виктор будет уже в Челябинске находиться. Да, и вечером, ждите, мы озвучим полностью всю информацию интересующую, по ценам, по условиям, ну, вообще, вот все. Только к этому моменту вы уже должны быть готовы. Все, да, все, в принципе, да, совершаем. Все, всех еще раз благодарим за внимание, всем всего доброго. Так, вот один вопросик увидела, да, куда отправлять вопросы и вообще связь с вами. Я скину еще раз группу, там можно будет задать вопрос напрямую, сообщение написать. В принципе, я ее раз в день обязательно просматриваю, пишите вопросы там. То есть, самый такой простой и оптимальный вариант. Все, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok